Они надеялись попасть и в европейский рай, а вышла и ювенальный ад. Ситуация типичная для Европы. История о том, как цивилизованный мир отнимает детей, и работает ювенальная юстиция – тьма. Каждый день мама и папа пытаются добиться, чтобы меня увидеть, но они не дают им. Так происходит постоянно. Помогите мне! О, люди! О, мир! Помогите мне! Я хочу идти домой. Я хочу жить с мамой, мамой. Помогите мне! Дети мои! Где вы? Дети мои! Они похитили четырех детей, а потом еще одного через три года. Это моя вина. Это я привез тебя в эту страну. Пожалуйста, спасите моего украинского сына! Суровую реальность настоящей Европы открыли для себя украинки. Нет, это не только жовто-блакитные значки на лацканах. Пособие – и все включено. Расплачиваться за сочувствие пришлось собственными детьми. Ювенальная юстиция, как много смыслов, скрыта в этом до конца непонятном для нас сочетании. Для Европы все просто. Мама и папа – это родитель номер один и родитель номер два. Они что-то вроде опекунов. Хотя и те имеют больше прав, ведь назначены государством. Да, произвели дитя на свет, но прав, как таковых, на него не имеют. Дитя принадлежит государству. Дышать его в сторону надо аккуратно, не чрезмерно усердно. Если родители заставляют тебя сделать уроки, позвони. Мы поможем тебе освободиться от таких родителей. Повысил голос – даже слегка психологическое насилие. Забота, она может быть расценена как излишняя. Значит, синдром Мюнхгаузена. Ребенка полагается изъять. Сильно плачет, у него режутся зубки. Один звонок от соседей и больше ты не мама, а лишенный прав. А нам рассказывают про 37-й год и доносы. Я Панасенко Юлия, город Днепр. Я комиссарев Ковалина, місто Запорожжя. Елена Ковалева, здравствуйте, город Днепр, Украина. Я Бородевич Оксана Борисовна. Двухий час прожила в місті Києві. Народила цю чудову дитину, мого сина Бородевича Савелія. Я Латкова Олена Олександрівна, моя донька Дашко Юлия Михайлівна, мисс Свердонецька. Мои дети были похищены социальной службой в Испании, в городе Деррио. Моего ребенка Ричарта Ковалева 9 месяцев назад пришли и забрали чужие люди. Украинские СМИ называют этих матерей фейками, российской пропагандой. На данный момент известно по меньшей мере о 100 случаях насильственного изъятия детей из украинских семей в Европе. И речь не об одном ребенке в одной семье. Речь, как правило, о многодетных, где трое, пятеро или тринадцать. Детей же просто так не забирают. Наверное, пьют или, может быть, наркотики. Так будем мыслить мы, привыкшие к своей системе. Казалось бы, но не так. Случаев и примеров масса. Остановимся на одном. Это Кристина. Беженка в Германии. Она из Запорожья. Уложила спать детей и вышла из дома. Частного. Во двор. Припаркованной машине. Разве никто из вас так не делал? Соседи вызвали Югендант. Немецкое управление по делам молодежи. Забрали всех троих. Югендант не выдвинул условия, которые я на все пять плюсов исполнила. Ни одного нарушения, ни одного замечания. Все было идеально. Но так перекрутилось, что Югендант решил не отдавать мне моих детей. И новые условия они мне уже не выдвинули. Пожаловаться некому. И, казалось бы, есть бравые украинские дипломаты. Могли бы ливерная колбаса и показать, где кузькина мать обитает. Но спонсору, знаете ли, не перечит, даже когда речь идет об украинских детях. Набрали, врут воды и молчат. Власти Украины, чиновники знают об этом, прекрасно понимают. Но в связи с тем, что Германия принимает самое активное участие в финансировании, террористической деятельности украинских властей, они закрывают на это глаза. Посольственные консульства категорически не оказывают никакой помощи. Даже консультативность. Может быть, действительно политическая ситуация сложная. Власти Украины не могут своих благодетелей обижать. Но сотрудники посольств, сотрудники консульств, прекрасно в состоянии посетить подобные судебные процессы. Поверьте мне, судебный процесс будет идти совершенно по другому сценарию. Фейк. Этих детей и матерей просто не существует. А семьи становятся заложниками, рабами ювенальной системы. Уехать не могут, если, конечно, не выкрадут. А такие случаи уже есть. И хорошо, если удастся выкрать всех. Порой материнскому сердцу приходится бежать, спасая одного-двоих. Что же в этом случае Украина? Показателен случай Алины. Ей удалось выкрасть своих детей в Португалии и вернуться на родину. Теперь прячутся. Ее разыскивают соцслужбы Украины по запросу Португалии. Смотрите, какая удивительная штука получается. Мы месяцами пишем заявление к нашим властям, чтобы помогли забрать наших деток. Но никто на это не реагирует. Мы ждем по полгода ответов от них. А как ювенальная система Португалии подала запрос, чтобы узнать, где я нахожусь и где находятся мои дети, то за 12 часов всех подняли на уши. Здоровые дети всегда в цене, особенно с европейской внешностью. Схема также известна и обкатана. Соцслужбы могут влезть в любую семью. Даже полиция не вправе вмешаться. Детей могут забирать семьи на заказ. Действительно, во многих социальных опеках федеральных земель существует подобное весьма богато. В Баварии, Баден-Вертенберг, то есть такие зажиточные регионы, где у многих по физическим причинам нет возможности ребенка родить. И тогда умные люди под скатом обратятся в соцопеку, где они договариваются. Договариваются весьма, конечно, не безвозмездно. Русские дети или православные дети, или славянские, называйте, как хотите, они отличаются не только физической красотой, но и отменным здоровьем. Германия, Польша, Норвегия, Португалия. Детей изымают из семей, родители лишают прав. Причем совершенно неважно, какое у них гражданство, и приехали они в отпуск или бежали от войны. В Европе разработана с Великой Британией система уже годами, чтобы детей просто, ну, под принципом защиты прав детей, вот родители, которые не выполняют своих родительских прав, так как надо, они просто разработали систему, как забирают детей из семей. Юстиция, ювенальная юстиция. Да, они просто забирают детей из семей, потом там начинается весь процесс, как и откуда деньги получают, там на адвокатов, те социальные службы, которые забрали детей, получают себе, на то, что они там заботятся за этими детьми. Ну и так это работает. Власти могут принять решение отправить ребенка в детский дом, а там пусть разбирается суд. Полгода-год. В лучшем случае разрешают видеться пару часов в неделю. Некоторым и так не везет. Надо ли говорить, что решение в большинстве случаев не в пользу родителей. Ему найдут новых, маму и папу, может, даже двух пап. Миравы такие. Екатерина Тихомирова, Виталий Соплица в главном эфире. Редактор субтитров А.Семкин